Каждому из нас знакома ситуация, когда любимые туфли слишком быстро приходят в негодность. Все дело в неправильном уходе. Каждый материал, из которого изготовлена обувь, требует особого отношения. Разобраться во всех тонкостях нам помогают эксперты известных обувных мастерских Алексей Гассий, Алексей Бурлуцкий и Инна Калашникова. Два таких больших типа – это кожи. Туда можно отнести гладкие кожи, кожу рептилий, всеобразных. И замшу. Замша, нубук, велюр. Что касается ухода в домашних условиях, то замша – это обязательно уход в первую очередь на сухую. Лучше ничего не делать, дождаться, пока замша высохнет. И не рекомендуем сушить. Очень категорически запрещаем даже, так сказать, сушить на батареях, потому что идет очень сильное сушение кожи и деформация обуви. То есть температура должна быть примерно комнатная. После того, как кожа или замша просохли после дождя и слякоти, можно приступать к чистке обуви. Ворсовые виды материала не требуют нанесения чистящих средств. Загрязнения убираются щеткой. Разные щетки, в зависимости от того, насколько замша грубая, опять же, либо мягкая, принимаете решение, какую щетку взять. Почистить ее можно и против ворса, и по ворсу, чтобы снять уже остатки загрязнения. Без всяких наполнителей, никакого воска, никакой там пропитки не должно быть. Если засаленные места, то есть вот такая вот каучуковая часть у щетки. Можно будет даже по кругу где-то вот хорошенько прочистить. Как правило, грязь остается наверху, если ее туда не втирать. И она легко уберется. Для удаления загрязнений с кожи специалисты советуют использовать очистители или бальзамы. Наносим на пяпочку, на какую-то ветошь. Небольшое количество. Круговыми движениями делаем очищение. Все это дело протерли от загрязнений, поставили подсохло все. Как только обувь очищена от загрязнений, замшевое изделие необходимо обильно пропитать. Мы берем водоотталкивающую пропитку, на расстоянии 25-30 сантиметров пропитываем. И не носить ее в одно определенное место, а делать распыл такой хороший. Лучше делать это несколько этапов. Чаще и расчесывать ворс, поднимать его, прошли, допустим, по улице, неизбежно где-то там загрязнили, попала пыль, там влага, высушили, расчесали ворс, пропитали. Все, больше ничего для ухода за замшевой парой делать не нужно. А вот уход за кожей требует больших усилий. Помимо водоотталкивающих пропиток, используют воск или крем, для того, чтобы кожа была увлажнена и сохранила свой внешний вид. Крем нужен для того, чтобы защитить от влаги и создать внешний вид обуви. Питательный крем выбирайте, пожалуйста, по составу, в котором будет пчелиный воск и много других замечательных масел. Всегда, чтобы кожа была чем-то увлажнена, пропитана. Берем небольшое количество крема и на очищенную кожу наносим крем. Слой должен быть небольшой. Не надо размазывать это как, там, не знаю, солдатские башмаки гуталином. Завершающим этапом в уходе за кожаной обувью является полировка изделия. Ее необходимо выполнять широкой щеткой с длинным ворсом. Нужна вот такая вот щетка. Щетка обязательно должна быть с натуральным ворсом. В щетине образуется температура определенная. Эта температура растапливает верхний слой воска и тем самым забивает поры у ботинка, для того, чтобы, опять же, влага не поступила. Чтобы минимизировать попадание солей, загрязнений, существуют всевозможные пропитки водоотталкивающие разных производителей. Обязательно новую пару перед эксплуатацией нужно обильно пройти водоотталкивающей пропиткой и проходить периодически. Не носить одну и ту же пару обуви несколько дней. Давать ей восстановиться, давать ей просохнуть, отдохнуть. Идеальный вариант будет, если хранится, она будет вот этот весь промежуток на формодержателях. Кожа, когда пересыхает, она неизбежно поднимает их. Обувь, чтобы такого не было, хранить обувь на формодержателе, также не давать пересыхать. Важной составляющей для сохранения долгой службы изделия является правильная консервация, то есть хранение обуви в те сезоны, когда она не используется. Хранить ее чистой, что замшевую обувь, что кожаную обувь хранится именно. Она должна чистой, а не подготавливаться к сезону. Если пара хранилась вот в таком вот состоянии, она также пересыхала, потому что у нее нет, она не пропитана никакими ни кремами, ни восками. Ее приносят, говорят, вот, пожалуйста, подготовьте ее к лету. Это неправильно. Правильнее данную пару приносить, наоборот, сентябрь-октябрь, когда вы ее сняли, мы ее сделали, все дальше, она у вас хранится, ждет своего какого-то периода летнего, сезонного. Правильная чистка, уход и аккуратная эксплуатация обуви помогут сохранить ее на долгие годы. Однако с некоторыми проблемами и загрязнениями справиться в домашних условиях невозможно. В таких случаях следует обращаться к профессионалам. Но это тема для отдельного разговора.